Доброе утро, уважаемые радиослушатели! На календаре вторник, 18 июля, в студии Болдубай Рамукова. Я рада приветствовать всех, кто это утро встречает вместе с нами. И по традиции, коротко знаменательных датах и событиях, обозначенных в историческом календаре. Итак, сегодня день создания органов Государственного пожарного надзора в России. Международный день Нельсона Манделы. В 1334 году было начато строительство колокольни собора Санта-Мария во Флоренции. В 1870 году был принят догмат о непогрешимости и безошибочности Папы Римского. В 1968 году была зарегистрирована компания NM Electronics. В 1985 году был создан первый Тетрикс. В этот день разные годы родились такие известные люди, как английский ученый, естествоиспытатель, изобретатель Роберт Гук, английский писатель Ульям Текерей, французская оперная певица, педагог Полина Виарда, нидерландский физик-теоретик, нобелевский лауреат Хендрик Лоренц, итальянский художник, один из основателей футуризма Джакомо Балла, русская поэтесса, гражданская жена адмирала Колчака Анна Книпер, советский государственный политический деятель, дипломат Андрей Громыко, американский актер-сценарист Хюм Кронин, политический деятель, президент ЮАР, нобелевский лауреат Нельсон Манделла, американский фигурист, двукратный олимпийский чемпион, телекомментатор Ричард Тоттенбаттен, советский российский поэт, прозаик, публицист, сценарист, кинорежиссер Евгений Евтушенко, американский писатель и журналист, основатель гонзо-журналистики Хантер Томпсон, советская российская оперная певица Сопрано, профессор, общественный деятель Любовь Казарновская. Далее нашу программу продолжит музыка. Не переключайтесь. Так одиноко, даже в потоке столичном, городу безразлично, городу безразлично. Как вы похожи, невыносимо цинично, а у меня отлично, все у меня отлично. Глупо было бы думать, ну как глупо, верить, что все-таки ты любишь, верить, что это любовь, но... Холод твой на кусочки, на осколки, бью и бросаю в бокал, словно в сердце, на самое на дно. Виски безо льда, я разбита, да, на осколки телефон, и завтра никуда, никуда. Виски безо льда, одиноко тогда просто. И забыл сказать, что не любил меня никогда, Никогда. Никогда. Вечер холодный, даже в молчании комнаты мне о тебе напомнит, мне о тебе напомнит. Не по сезону, холодно, не по погоде, голос меня подводит, дрожью меня подводит. Глупо было бы думать, ну как глупо, верить, что все-таки ты любишь, верить, что это любовь, но... Холод твой на кусочки, на осколки, бью и бросаю в бокал, словно в сердце, на самое на дно. Виски безо льда, я разбита, да, на осколки телефон, и завтра никуда, никуда. Виски безо льда, одиноко тогда просто. И забыл сказать, что не любил меня никогда, никогда. Виски безо льда, виски безо льда, я разбита, да, я разбита, да, и завтра никуда, 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 никуда. Продолжаем эфир Республиканского радио. И я приветствую всех, кто только что к нам присоединился. На минувшей неделе в поселке Романтик курорт Архас прошел гражданский форум Архас-21, который уже в четвертый раз проводится при поддержке полупредства президента России в СКФО и Центра современной кавказской политики. Главная тема форума в текущем году – коммуникация в сфере НКО, разговор с властью. Подробности в комментарии моего коллеги Умара Тикеева. В пленарном заседании форума приняли участие более 200 участников, представителей органов власти и общественных организаций и субъектов Северокавказского федерального округа. Модератором заседания выступил директор Центра либерально-консервативной политики имени Столыпина Александр Казаков. Открывая дискуссионную площадку, он отметил, что тема взаимодействия власти и общества на протяжении веков является ключевой в вопросе общественного развития, здесь чем их сотрудничество необходимо. От имени полномочного представителя президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе Олега Беловинцева участника форума поприветствовал Андрей Галактионов. Ставший уже традиционным гражданский форум Мархэс 21 представляет хорошую возможность для неформального диалога, чтобы обсудить вопросы, которые волнуют и вас, и власть. У нас есть общие темы, которые актуальны как для органов государственной власти, так и общественности. Можно сказать, что именно представители общественности инициировали экологическую проблематику, которая получила широкую поддержку. И вы знаете, что этот год объявлен годом экологии в России. Я напомню, что у нас в рамках ОНФ действуют проекты по дорогам и экологии. Это и есть взаимодействие гражданского общества с властью, отметил Андрей Галактионов. Он также выделил другую, актуальную для Кавказа тему – это вопрос межнационального взаимодействия. И здесь представители общественных организаций являются основным элементом взаимодействия между разными группами, которые позволяют консолидировать людей, снимать общие проблемы или же искать пути к согласию на каких-то территориях. Сейчас для стороны крайне важно сохранить и укрепить сплоченность и единение. В социальных сетях, в интернете представители НКО наиболее активны, они мобильны, отличаются гибкостью, способны облечь свои инициативы в интересные формы, способны привлечь молодежь. Хотелось бы отметить, что вопрос патриотического воспитания молодежи, проблема профилактики экстремизма, терроризма – крайне важная проблема, которую тоже способны решать общественные структуры. «Хотел подчеркнуть, что для органов власти НКО очень важный канал обратной связи. Очень хотелось бы, чтобы не заканчивался диалог с окончанием этого форума, чтобы он осуществлялся на других уровнях», – добавил Галактионов. Он напомнил, что недавно был избран новый состав Общественного совета Северокавказского округа и активизирована работа с другими общественными структурами, что также является формой диалога между обществом и властью. Участника форума также поприветствовал глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. «И рад вас всех приветствовать на гостеприимной земле Карачаева-Черкесии. Хочу выразить слова благодарности полномочному представителю президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе Олегу Беловинцеву, аппарату полномочного представителя за то, что стало хорошей традицией проводить форум здесь, в Архезе. Мы очень рады всех здесь приветствовать и надеемся, что вы с удовольствием каждый раз приезжайте в Карачаево-Черкесскую республику. Отдельно хотелось бы поблагодарить Игоря Баринова, который отозвался на приглашение и приехал в нашу республику. «Считаю очень важным направление, которое сегодня ведет Федеральное агентство по делам национальностей, так как Карачаево-Черкесская республика является второй после Дагестана по количеству субъекта образующих национальностей, по многонациональности», – подчеркнул в своем выступлении глава Карачаева-Черкесии. Отвечая на вопросы журналистов, Рашид Тимрезов отметил, что проведение таких форумов – это большой плюс для власти, так как мы много узнаем проблемных вопросов, которые поднимают общественные организации. «Считаю, что такие дискуссионные площадки – хорошие помощники для разрешения этих самых вопросов. В качестве примера взаимодействия власти и общества, от которого только выигрывают люди, глава Карачаева-Черкесии назвал реализацию проекта «Решено онлайн» на территории республики. Суть проекта, инициированного общественниками – решение конкретных проблем в различных сферах за 8 дней. Это те вопросы, которые тревожат людей и которые реальные и качественно должны быть решены в кратчайшие сроки», – рассказал глава республики. Еще на стадии подготовки к этим форумам между властью и НКО возникают дискуссии на уровне региона. Некоторые проблемные вопросы закрываются до того, как выйти на публичную плоскость еще внутри субъекта. «Рождаются и новые темы. Мы сделали выводы, отметили, какие вопросы задавали общественники, на что нужно обратить внимание, какие структуры необходимо подключить, чтобы дать предложение федеральному центру», – сказал в свою очередь глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. Своим выступлением он подчеркнул особую роль НКО в решении актуальных проблем в социальной сфере, в области поддержки нуждающихся граждан, а также отметил недопустимость манипулирования НКО в политических целях. Он предложил создать в регионе среди общественников комиссию, которая бы определяла, насколько действия той или иной организации соответствуют заявленным целям. После завершения выступления главным гостям мероприятия были адресованы вопросы из зала. В ходе открытой беседы участники дискуссионной площадки обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в различных сферах. Участники форума выразили общую убежденность в том, что сегодня НКО представляют собой один из ключевых инструментов в процессе выстраивания диалога с обществом. Он носит крылья в рюкзаке, мечтает и грустит о ком-то, а на картинке так жестоко, живет в пальто коротком чьем-то. Он ищет то, что не прощает, не предает, не отпускает. Такая есть, такое не знаю, но только-только обещаю. Научусь летать с тобой на небо, там, где звезды до рассвета говорят телами о любви. Там его, конечно, встречу, раздревусь и не замечу, как целуют бубы, руки не мои. Коротких слов такого счастья не знала, просто слово здрасте. Сегодня я такой же масти, смотри, помада, туфли, платье. Мне говорить с тобой не надо, забыть начать любовь сначала. Я здесь, принцесса карнавала, лишь от того, что обещала. Научусь летать с тобой на небо, там, где звезды до рассвета говорят телами о любви. Там его, конечно, встречу, раздревусь и не замечу, как целуют бубы, руки не мои. Научусь летать с тобой на небо, там, где звезды до рассвета говорят. Телами о любви, там, где волк, конечно, встречу, раздревусь и не замечу, как целуют бубы, руки не мои. Научусь летать с тобой на небо, там, где звезды до рассвета говорят. Продолжаем информационно-музыкальную программу «Республика» на календаре вторник, 18 июля. В эти дни во всех населенных пунктах полным ходом идет подготовка к празднованию 25-летия Карачаево-Черкесской республики. Грандиозные мероприятия пройдут во всех муниципальных районах, подготовка к которым началась еще в декабре месяце прошлого года. Тогда, по указу главы региона Рашида Тимрезова, был создан организационный комитет, а на заседании регионального правительства руководитель субъекта поручил профильным ведомствам представить актуальные предложения. «Считаю, что это должны быть широкомасштабные торжественные мероприятия, чтобы в каждом населенном пункте люди почувствовали праздничную атмосферу по случаю юбилея республики, почувствовали внимание со стороны властей всех уровней», подчеркнул тогда Рашид Тимрезов. Напомним, в январе жители региона отметили историческую дату – 95-летие Карачаево-Черкесской автономной области, которая впервые как административно-территориальная единица была создана в далеком 1922 году посредством объединения по Толпашинскому отделу Кубано-Черноморской области и Карачаевского национального округа Горской автономной советской социалистической республики. Спустя 4 года она была расформирована на Карачаевскую автономную область, Черкесский национальный округ и по Толпашинский район, вошедший уже в состав Северо-Кавказского края. Вновь статус Карачаево-Черкесской автономной области субъект приобрел в 1957 году после возвращения депортированного карачаевского народа на историческую родину. Региону были переданы Зеленчукский, Карачаевский и Уст-Жгутинский районы, Ставропольского края. Спустя 34 года субъект был преобразован в Карачаево-Черкесскую советскую социалистическую республику, а еще через год приобрел нынешний статус и стал Карачаево-Черкесской республикой. Сегодня субъект, численность которого достигает без малого полумиллиона человек, по праву считается одним из самых многонациональных в стране. На его территории в мире и согласии проживают пять народов – русские, карачаевцы, черкесы, абазины и нагайцы, а также представители еще нескольких десятков разных национальностей. Следует отметить, что наш регион считается одним из самых безопасных субъектов Российской Федерации. Мы побывали в Малокарачаевском районе и ознакомились с планом мероприятий, приуроченных 25-летнему юбилею республики. Ответственным за их проведение организацию назначена заместитель главы Малокарачаевского муниципального района Асиат Гнаева. В беседе с нами она подробно рассказала о всех намеченных мероприятиях. Принято постановление главы администрации муниципального района по этим мероприятиям по 95-летию образования республики и 25-летию образования Карачаева-Черкесской республики. Это мероприятия разноплановые, конечно, и уже начиная с апреля месяца начнутся мероприятия, которые будут посвящены главным событиям этим важным датам в жизни республики. Это открытие многофункциональной спортивной площадки в селе Терезе планируется на апрель по согласованию с республиканскими службами. Кроме того, на начало нового учебного года планируем открыть детский сад в микрорайоне Камыш-Кулак, села Учки-Кен. Это рядышком с новой школой. Сами праздничные мероприятия, посвященные этой тематике, мы планируем в начале сентября, когда дети пойдут в школу, когда студенты пойдут, когда массово мы можем отметить этот день, 3 сентября, на районном стадионе, праздничный концерт, посвященный юбилейным датам. В этот же день мы планируем в первой половине дня чествование жителей района, которые внесли значительный вклад в социально-экономическое развитие Карачаева-Черкесской республики. И будем помнить, что в составе республики был образован и Малокарачаевский район в 2022 году. Поэтому это люди, которые известные люди, внесшие, как я уже сказала, вклад в развитие района и республики. Будут работать в образовательных учреждениях выставки, будут подготовлены «Моя республика, моя гордость». Выставка, конкурс, экспозиции школьных музеев мы готовим. Такую выставку в начале учебного года, вновь созданную у нас музейным центром и со школами района. Также, разумеется, в начале года торжественные линейки, классные часы пройдут. По тематике я горжусь своей малой родиной. А также конкурс сочинений намечаем совместно с отделом образования, посвященный юбилейным датам, смотру художественной самодеятельности образовательных учреждений района, а также спортивные соревнования. Уже весь период с февраля, уже по местному районному телевидению, готовятся передачи. Сейчас начнёт скорая их трансляция, показ по районному эфиру, цикл передач, которые посвящены истории Малокарачаевского района и Карачаевой Черкесии. Разумеется, принять участие во всех республиканских мероприятиях. Все наши мероприятия, которые проходят в районе, они посвящены этим юбилейным датам. Следует подчеркнуть, что аналогичные мероприятия проводятся в районе ежегодно. На этот раз ряд мероприятий будут направлены на работу с молодёжью, знакомство подрастающего поколения с выдающимися людьми нашей эпохи и так далее. Что мы хотим показать через эти мероприятия? Разумеется, тот путь, который прошла Карачаева Черкесия, будучи и автономной областью, будучи и став республикой, вот уже скоро отмечаем 25 лет, какой скачок совершила Карачаева Черкесия в своём развитии. И главное богатство, конечно, это наши люди. Слава Богу, есть живые свидетели истории, и у нас активно мы чествуем, проводим работу по чествованию этих людей. Это педагоги, это работники здравоохранения, это работники культуры. Многие из них, к счастью, живые, но есть те, конечно, которых уже нет в живых. Но, тем не менее, помнить о вкладе этих людей в историю становления нашей государственности мы обязаны. В первую очередь мы хотим рассказать через личности этих людей, через раскрытие их биографии, рассказать об истории нашего маленького района и всей Карачаева Черкесии. Самым большим богатством республики являются её жители. И именно для них будут представлены разноплановые развлекательные программы. По словам Асиат Борисовны, для участия во всех мероприятиях будут приглашены представители Ставропольского края и Эльбрусского района Кабардино-Балкарии, а также жители Хабиевского района, с которыми Малокарачаевский район десятилетиями поддерживает дружеские, можно сказать, родственные отношения. Будем помнить и о том, что мы тут приграничный район, Карачаева-Черкесия со Ставропольским краем граничим. Будем помнить, конечно, при этом и о той большой помощи, которую нам оказал в нашей истории Ставропольский край. Мы долго находились в составе Ставропольского края, и действительно мы ощущали всегда очень хорошую помощь, братскую поддержку и через специалистов, и через многие другие дела, вы знаете, со стороны Ставропольского края. И сегодня мы дружим и с предгорным районом Ставропольского края. У нас дружественные связи установлены, и они подписаны. У нас договор о дружбе и сотрудничестве. И на многие наши мероприятия приезжают их делегации. Мы активно выезжаем и в город Кисловодск, и по приглашению в предгорный район. Не так давно наша делегация была на празднике, посвященном Дню предгорного района. Таким же образом мы приглашаем их на свои любые массовые мероприятия. И кроме того, у нас установлены дружеские связи. Тоже они являются активными участниками всех наших мероприятий. Это Кабардино-Балкария, Эльбрусский район такой, и внутри республики это Хабесский район. Так что мы своих друзей, побратимов непременно пригласим на все праздники. В завершении нашей беседы Осиад Борисовна подчеркнула, что главной целью организаторов является воспитание чувства патриотизма не только у подрастающего поколения, но и у взрослого населения. В первую очередь мы говорим о патриотизме. Это слово никогда не должно быть избитым, потому что это любовь к своей родине. Любовь в первую очередь к родине начинается с любви к малой родине, к тому селу, к той деревеньке, где ты родился, вырос. И к своим прудам ты хочешь внести свой посильный вклад в его дальнейшее развитие. И таким образом есть целая программа, вы знаете, по патриотическому воспитанию. И главным компонентом, главной составной этой программы должно быть, конечно же, воспитание на достойных примерах. Осиад Борисовна рассказала нам о запланированных мероприятиях. Но следует отметить, уже в течение двух месяцев в школах проходят торжества, приуроченные к 25-летию республики. Юбилейный год обещает быть насыщенным культурными и социальными событиями и в других муниципальных районах республики. Об этом мы будем рассказывать в наших следующих программах. Объединившим Карачаи и Черкесию В единый мир, в единый край и в одну семью Среди долины, среди гор, живи века Ты славная, всем равная республика Среди долины, среди гор, живи века Ты славная, всем равная республика Россию с древнейших пор неразлучная Своей судьбой, своей мечтой ей созвучна я Средней долины, средний гор, живи века Ты славная, всемравная республика Средней долины, средний гор, живи века Ты славная, всемравная республика Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Если проанализировать статистику, деловой климат в республике по качественному показателю выше, чем по количественному, говорит омбудсмен республиканских предпринимателей. Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на нашу небольшую республику! Все-таки малый бизнес, микробизнес, он существовал и имел право на жизнь. Добро пожаловать на наш канал! Конечно же, это не Москва, где деловая активность намного выше, где потребление намного выше, но и в то же время по региональным показателям у нас не самые плохие они. Очень много предприятий регистрируются в других регионах, но свою предпринимательскую деятельность ведут на территории нашего региона. Минусом этого является то, что налоги уходят. Если сравнивать с другими регионами, говорит Сергей Рощенко, ситуация у нас в корне отличается. Мы здесь видим, что в 2015 году у нас какая-то тенденция прослеживалась, но такая вялотекущая. По-моему, 81 юридическое лицо сменило, то есть у нас выписалось и прописалось где-то в субъектах Российской Федерации. Мы вроде бы как насторожились, думали, что у нас климат плохой, где-то бизнес-климат лучше, от нас уходят и так далее. Но тенденции 2016 года показали, что у нас напрочь отсутствует миграционный процесс среди субъектов предпринимательской деятельности. Если я не ошибаюсь, 11 или 15 человек у нас всего, ну, единиц, всего сменили вот такой адрес. Это даже можно транслировать в связи с переездом, семейными обстоятельствами, жизненными какими-то моментами. То есть сегодня, чтобы предприниматель, бизнесмен уходил из Карачаева, Черкесии и где-то регистриировал и вел успешно бизнес, но такая тенденция не прослеживается. Ни для кого не секрет, что для каждого региона есть свои активные виды деятельности. А если брать Карачаево-Черкесию, то первое – это сельское хозяйство и туризм. По этим направлениям у нас всегда стабильное финансирование, говорит Сергей Геннадьевич. Сегодня в республике, конечно, это внутри направления, все сегодня в эти направления инвестируются деньги. Это, конечно же, торговля, сельское хозяйство, туризм, производство, сельхозпроизводство, мы уже видим, что шагает. Вообще мы надеемся, и очень многие люди надеются, что у нас все-таки туризм будет на первом месте. И мы к этому все идем сегодня, и руководство республики, и все те, которые занимаются в инвестиционном поле, которые привлекают инвесторов, это, конечно, высшее руководство республики. Все хотят, чтобы туризм, конечно, была ключевая отрасль. Мы делаем все для этого. Вот в сфере туризма, еще раз говорю, в 2016 году мы все видим, это все на слуху. Аппарат уполномоченного предпринимателя республики работает. У него есть широкий круг полномочий для защиты прав предпринимателей, в том числе возможность прямого общения с руководителями органов власти, территориальных подразделений федеральных структур и надзорных органов, поддержка малого и среднего бизнеса на государственном уровне, минимизация риска введения экономической деятельности, защита от необоснованных проверок, направления совместной работы власти и уполномоченного по правам предпринимательства, которые необходимо продолжить в будущем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА